Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск КС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Продолжение следует... О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер. На Смоленской АЭС в работе. Второй и третьей энергоблоки. Суммарная нагрузка 2130 мегаватт. Существенных замечаний нет. Первый блок в капитальном ремонте. 14-е сутки. Работы в графике. Выработка электроэнергии за 9 дней апреля составила 459 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 25 миллионов. С начала года выработано более 6 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 416 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Концерн «Росэнергоатом» и топливная компания «ТВЭЛ» 3 апреля провели на Смоленской АЭС совместное совещание. Два десятка предприятий, проектно-конструкторских организаций и научно-исследовательских институтов объединились, чтобы обсудить одну из приоритетных для утрасли задач – достижение нулевого уровня отказа ядерного топлива. Возглавил работу первый заместитель генерального директора «Росатома» Александр Лакшин. Ядерное топливо российского дизайна, используемое атомными станциями нашей страны и за рубежом, отвечает мировым стандартам. И случай его отказа исключение исправил. Однако «Росатом» борется за то, чтобы таких исключений не было вовсе. Именно с такой целью в 2016 году концерн «Росэнергоатом» и топливная компания «ТВЭЛ» создали совместную рабочую группу. Ее председателем выбрали советника главы госкорпорации Владимира Осмолова. Вопросы, которые сегодня обсуждали, это глобально касается надежности наших активных зон, наших позиций на внешнем рынке. Если мы хотим достичь вот той цели, то залог на успех это может быть только один – создание единой команды производителей и эксплуатационщиков. 6 апреля комиссия концерна «Росэнергоатом» завершила плановую проверку выполнения на Смоленск АЭС программ обеспечения качества на соответствие программам и стандарту ГОСТ. Аудиторы высоко оценили деятельность Смоленск АЭС в области реализации программы обеспечения качества. Результатом стал подписанный участниками проверки акт, на основании которого будут разработаны дополнительные мероприятия по направлениям проверки. Главный инженер Смоленск АЭС Алексей Лещенко отметил, что каждая проверка полезна для коллектива атомной станции с точки зрения обмена положительным опытом и рассматривается как очередной шаг в повышении эксплуатационной безопасности и надежности предприятия. Также аудит системы качества поможет в дальнейшей подготовке станции к корпоративной миссии АСАРТ. Комиссия проверила выполнение на Смоленск АЭС общей программы обеспечения качества, программы обеспечения качества при эксплуатации, соответствование требованиям ГОСТ ИСО 9001-2011 и требованиям безопасности МАГАТЭ. В ходе проверки эксперты профильного департамента концерна «Росэнергоатом» Курской, Калининской, Балтийской и Ленинградской АЭС в НИИ АЭС проверили такие направления деятельности Смоленской станции, как производственная деятельность, управление персоналом, управление документацией, диагностика оборудования, метрологическое обеспечение, обеспечение надежности, деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг, инженерная поддержка, опыт эксплуатации, формирования и поддержания культуры безопасности и другие. Я проверял направление деятельности такое, называется управление несоответствиеме. Очень могу сказать, что на Смоленской АЭС деятельность формализована, выполняется очень на хорошем уровне. Есть, конечно, некоторые моменты, которые я даже возьму себе на вооружение, потому что у нас станция, в принципе, родственная Смоленской. Так как я тоже обращал большое внимание именно на отдел управления качества, у них очень хорошая программа по контролю выполнения мероприятий, по итогам проверок. То есть все очень хорошо автоматизировано, то есть все прозрачно, все хорошо очень видно. То есть если проведена проверка, которую делает АУ Смоленская АЭС, то итоги проверки занесутся в эту программу. И потом все сроки, контроль, все очень прозрачно и хорошо можно контролировать. Большое внимание комиссия уделила оценке готовности Смоленской АЭС корпоративной миссии АСАРТ-МАГАТЭ, которая пройдет в ноябре 2018 года. Напомним, Международная инспекция проверит атомную станцию по трём областям рассмотрения. Корпоративное управление, корпоративный независимый ядерный надзор, корпоративная техническая поддержка. Эксперты проанализировали документацию, оценили соответствие действующих на предприятии процедур, лидерство в целях безопасности, наблюдение за работой персонала, программы подготовки и обучения персонала, использование опыта эксплуатации и других требований стандартам МАГАТЭ. Как отметила эксперт отдела управления качеством Смоленской АЭС Анастасия Елисеева, весь персонал атомной станции вовлечен в работу по повышению качества. Есть регламентирующие процедуры, регулярно проводятся оценки выполнения этих процедур. Налажена обратная связь с подразделениями, то есть идёт корректировка документации по предложениям подразделений. В том числе идёт взаимодействие, какие-то собеседования при тех же самых аудитах. Это не только акты, но и плюс просто обмен опытом. И транслирование лучших практик из одного подразделения, например, в другое. Это тоже приветствуется, оценивается и выполняется. То есть все эти моменты были отмечены при проведении вот этой проверки со стороны Департамента качества и в целом Центрального аппарата. На Смоленской АЭС прошло преддекларационное обследование гидротехнических сооружений атомной станции. Цель проверки – декларирование безопасности гидротехнических сооружений, необходимое для получения атомной станции разрешение на очередной пятилетний период эксплуатации. «Визуально обследованием можно сказать, что причин, препятствующие дальнейшей эксплуатации, нет». В состав комиссии вошли представители Ростехнадзора, концерна «Росэнергоатом», МЧС России по Смоленской области, Волгоградского филиала АО «НИАЭС», Атомэнергопроекта, Научно-технического центра энергобезопасности. В течение трёх дней, с 3 по 5 апреля, эксперты детально изучали техническое состояние комплекса гидротехнических сооружений атомной станции и оценивали все критерии, влияющие на их безопасность, проверяли техническую, эксплуатационную и отчётную документацию. «Наши гидротехнические сооружения на самом деле комплексный объект, их много. Это все наши береговые, блочные насосные станции, аппаратные насосные, водозаборные сооружения, подводящие, отводящие канал, непосредственно сама плотина вместе с поводковым водосбросом, были очень большой. Год водоэксплуатации равен ровно году в эксплуатации атомной станции. В 1982 году водохранилище было заполнено, принято в эксплуатацию, и с 1982 года уже начал работу первого энергобезда при полностью заполненном водохранилище. И вот уже на протяжении 36, получается, лет мы продолжаем эксплуатировать надежно, уверенно, беспроблемно все наши гидротехнические сооружения. Декларация, вот эта работа, которая у нас сегодня ведётся, это обязательная процедура на весь период эксплуатации гидротехнических сооружений. В соответствии с требованиями федерального закона, с момента ввода в эксплуатацию гидротехнических сооружений первого и второго класса, а наши ГТС относятся именно к первому классу, каждые пять лет должна разрабатываться декларация безопасности. Пять лет отработали, следующие пять лет по новой декларации. Без декларации безопасности эксплуатировать гидротехнические сооружения нельзя, запрещено. До конца 2018 года, после прохождения государственной экспертизы декларации, и утверждения Йоростехнадзором, Смоленская станция получит разрешение на дальнейшую эксплуатацию гидротехнических сооружений. Подарком для жителей Якимевческого сельского поселения стал обновлённый парк. Один миллион рублей на его обустройство направила Смоленская атомная станция. В селе отсутствует Дом культуры, и все праздничные мероприятия проходят в Центральном парке, который расположен рядом с Крестовоздвиженским храмом. Ранее в сквере были установлены сцена и несколько лавочек, но жители просили благоустроить территорию, сделать навес над сценой, чтобы не попадали осадки, установить ограждения для обеспечения безопасности. Выполнить наказы селян не представлялось возможным из-за отсутствия в сельском бюджете средств. У нас в Якимевческом сельском поселении уже давно тесное сотрудничество со Смоленской АЭС. И мной было принято такое решение, как обратиться за помощью на Смоленскую атомную электростанцию с просьбой всё-таки помочь нам в обустройстве данной территории. И нам не отказали. Был выделен 1 миллион рублей на благоустройство данной территории, за что, естественно, огромную благодарность хотелось бы выразить Павлу Алексеевичу Лубенскому. Я всё время имею возможность наблюдать вот эту территорию. Здесь всегда есть люди. Сейчас просто завьюженный этот март, поэтому никого нет. А так всё время, круглый год, и даже зимой, если хорошая погода, и всегда здесь есть люди. Ну, дело в том было, что вот она не огороженная территория, и, значит, опасность существовала. Для детей они могли выбежать и туда, и туда. И опять же, машины заезжали там, там, включат свою страшную музыку, невозможно слушать её. Ну, а теперь хорошо. Я считаю, что это благое дело. Местная жительница Татьяна Ефимова рада, что рядом с храмом, где проходит духовная жизнь людей, появилось место и для их творческого развития. Очень радостно, что рядом с храмом, где проходят службы, проходит духовная жизнь людей, и в то же время мы совместно здесь проводятся мероприятия для души, для жизни, для радости. На 9 мая выступают дети, выступают ветераны. Нам помогал в строительстве храма директор концерна Петров Андрей Ювенальевич. Уважаемые десногорцы и гости города, 15 апреля в 12.00 от памятника «Ангел-хранитель мира» стартует велопарад, открывающий сезон 2018 года. Маршрут будет пролегать по улицам Десногорска через скалодром на Николаевский Святой Источник. Завершится парад общим фото на Кургане Славы. Чай, бутерброды спортсменам от профсоюза «Смоленская С». Присоединяйтесь! СМОЛЕНСКИЙ АТОМ СОСТОИТСЯ 24-25 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ 24-25 АПРЕЛЯ Продолжение следует...